Всем привет! Для всех поклонников сериала «Постучись в мою дверь в Москве» у меня отличная новость. Уже точно стало известно – сериал продлили на второй сезон. Проект с Ляной Грибой и Никитой Волковым в главных ролях снова выйдет на экраны. Такое решение приняли кинокомпания «Медиаслово» в партнерстве с онлайн-книтеатрами «Ока» и «Премьер». Если ждете выхода второго сезона, ставьте лайк под видео и пишите свое мнение в комментариях. Посмотрим, сколько нас. Уже известно, что съемки стартуют осень 2024 года и при удачном стечении обстоятельств поклонники увидят продолжение в феврале 2025 года. Однако, без изменений в новом сезоне зрители не обойдутся. Режиссер первого сезона адаптации Всеволод Аравин приоткрыл завесу тайны и рассказал об изменениях, которые в проекте уж точно будут. Изменения коснутся как сюжета, так и команды, которая работает над сериалом. Прежде всего, второй сезон будет снимать другой режиссер. Уже написан новый сценарий, который многие считают лучше, чем в первом сезоне. Видимо, все негативные комментарии аудитории, которые появились в сети, будут учтены. Как известно, историю главных героев вменять создатели ремейка не имеют права. Таковы правила франшизы. А вот второстепенные персонажи полностью в их распоряжении. И как именно Саша и Сергей окажутся в той или иной ситуации, пока предугадать трудно. Тем не менее, режиссер первого сезона не исключает, что может вернуться к съемкам проекта в финальных эпизодах. Всего во втором сезоне зрителей ждет 60 новых серий. Многие беспокоены тем, что Никита Волков может покинуть проект из-за конфликта, который разгорелся на съемках адаптации во время работы над первым сезоном. Тем не менее, вероятность такого события все же мала, потому что объяснить смену актера будет очень непросто. Что же ждет нас во втором сезоне? Сейчас я поделюсь своими предположениями о том, как может развиваться сюжет. Обязательно оставляйте свои мысли в комментариях и делитесь своими версиями, что, по вашему мнению, ждет героев в новом сезоне. Во втором сезоне российского сериала «Постучись в мою дверь» появится бабушка Саши. В оригинальной версии сериала этот персонаж владеет половиной компании и отдает ее внучке, несмотря на ее отказ. Саша и Сергей в итоге станут руководителями компании вместе. Саша планирует уехать в Стамбул, но таинственный фалькон советует ей не торопиться, так как ожидается прибытие загадочного партнера, который изменит ситуацию. Скорее всего, речь идет о бабушке, и зрители увидят, как новый персонаж повлияет на взаимоотношения героев. Алина, несмотря на все свои интриги и махинации, останется в сюжете, продолжая создавать проблемы для главных героев. Ее хитрость и предприимчивость помогут ей избежать последствий ее действий, как и в случае с Селин из оригинала. Жанна Ивановна и Петя будут активно стараться соединить Сашу и Сергея, используя различные методы, чтобы их отношения обрели новый этап. Однако, до появления дочери, аналогичной оригиналу, дело не дойдет. Никита Волков упомянул в интервью, что был удивлен, увидев в сериале сцену с маленькой девочкой. В новом сезоне появится аналог Балджи, девушки, которая всячески будет соблазнять Сергея, и загадочный персонаж, создающий конкуренцию Сергею Градскому. Без ревности не обойтись, ведь это один из ключевых моментов для воссоединения любящих сердец. Отношения Жанны Ивановны и ее мужа столкнутся с серьезным кризисом, хотя причина развода может отличаться от оригинала, это будет сложным временем для всей семьи. Также возможно, что в сериале произойдет неожиданное развитие, такое как тюремное заключение Сергея Градского, возможно, в повмешательство бабушки Саши и ее союзников. Это добавит новый уровень напряженности и драмы в их отношениях. Ну и, конечно же, второй сезон сериала завершится долгожданной свадьбой Сергея Градского и Саши Гордеевой, если не будет третьего сезона. Возможны сюжетные повороты, такие как амнезия, рождение ребенка и смертельное заболевание героя. Однако отношения между главными актерами натянуты и замена дублерами в романтических сценах будет очень заметна. Договоренность с турецкой стороной не позволяет сильно отклоняться от оригинала, поэтому создателям придется примириться с разногласиями и завершить сериал красивым финалом с пышной свадьбой. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить обзоры новых сериалов. Приятного просмотра!